Владимир Путин, Андрей Воробьев и Леонид Рошаль открыли детский клинический центр в Красногорске. Владимир Путин приехал на открытие детского клинического центра «Имэль М. Рошаля» в Красногорске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Участие в мероприятии приняли губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель администрации президента РФ Максим Орешкин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и главный врач детского клинического центра Татьяна Шаповаленко. Также на открытие приехал президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, именем которого и названа клиника. Это флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, который поддержал президент. Здесь собраны все направления медпомощи, 28 профилей. Клиника станет координатором детских медучреждений Московской области и позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов. В детском клиническом центре ДКЦ будут работать лучшие врачи со всей страны, лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и так далее. Владимир Путин сегодня пообщался с некоторыми из них. В команде более 500 специалистов из Подмосковья и Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Астрахани, Ульяновской и Воронежской областей, а также свыше 800 человек среднего медперсонала. Здесь собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественного производства. Операционные и хирургические модули разработаны и сделаны компанией в Санкт-Петербурге, наркозные аппараты и ИВЛ в Москве. Всего в центре почти 10 тысяч. Единиц оборудования около 100 уникального. Это и роботическая система Эксрунд, и аппараты для гемодиафильтрации, система цифровой лапароскопии Сенхинг и Олимпос, МРТ, КТ, ангиографы, рентгеновские аппараты, эстуги и так далее. На крыше центра ИМЭЛ-М Рошаля вертолетная площадка для санитарной авиации. Это позволит за 30-50 минут доставлять тяжелых пациентов из самых отдаленных уголков области. В клинике их тут же будет встречать многопрофильная команда врачей, включающая реанимационную бригаду, травматолога, таракального, челюстно-лицевого хирурга, при необходимости. В течение всего одних минуты после приземления пациента доставят в операционную. Президент осмотрел операционные центра, в том числе роботоассистированную, отделение телемедицины, пункт управления больницей, реанимационный зал, палаты для детей и их родителей, зоны отдыха и игровые комнаты. Продолжение следует...